Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет видео-обзор моего нового робота-мощника окон от бренда Atwell. Думаю, для многих интересен будет такой обзор, потому что сейчас все больше и больше людей предпочитают не сами мыть окна, а доверять это дело таким полезным гаджетам в силу разных причин. Кто-то живет на высоких этажах, у кого-то мало времени, у кого-то маленькие дети, нет ни минуты свободной. Также такой робот-мощник окон очень актуален для людей в возрасте, для пожилых людей. В общем, давайте сейчас вместе с вами посмотрим его комплектацию, протестируем его. У меня как раз очень сильно загрязнились окна. Всем желаю приятного просмотра! Ну что, я уже приступила к распаковке робота-мощника окон. Как я уже сказала, у меня модель от Atwell, называется Zora Z6. Вот так здесь в коробке все аккуратно и компактно сложено. И кратко покажу вам комплектацию. Мне очень понравилось, что здесь в комплекте идет целых 12 салфеток из микрофибры для очистки окон. Для меня это очень актуально. Сегодня я буду мыть окна на лоджии. У меня лоджия большая, окон там много. И я точно знаю, что двумя салфеточками я не обойдусь. Здесь уже сразу две салфеточки надеты. Это очень удобно. Также в комплекте идет страховочный трос. Сейчас, когда моешь окна снаружи, необходимо дополнительно сделать страховку. С помощью страховочного троса робот-мощник закрепить еще где-нибудь внутри в доме. И также здесь еще идет два дополнительных чистящих кольца. Также в комплекте шнур питания, удлинительный кабель питания, адаптер, пульт дистанционного управления, инструкция на русском языке, где можно подробно все прочитать, и гарантийный талон. Я сейчас подготавливаю робот-мощник к работе. У меня на лоджии окна высокие, поэтому я буду присоединять удлинитель, чтобы было достаточно длины шнура. И сейчас вместе с вами отправляюсь на нашу лоджию и буду показывать робот-мощник в деле. Постаралась вам здесь поближе показать, насколько у меня загрязненные окна. Это, конечно, достаточно сложно сделать, потому что снимаешь против света. Но я надеюсь, что вам будет все видно. Я не мыла окна, наверное, месяца три. Как-то даже стыдно в этом признаваться, но говорю как есть. Каждый раз мне как-то нелегко собраться с духом и помыть все окна на лоджии, потому что, как я уже вам показала, их здесь много, окна высокие. Но все-таки делать это нужно. И, кроме того, нужно помыть мне сетки здесь их две и протереть все рамы. Очень удобно, что сразу в комплекте в пульте идут батарейки. Просто там с них нужно снять пленку и вставить, чтобы пульт работал. Ребят, поскольку у меня окна достаточно загрязненные, я решила первый проход сделать с сухими салфетками. Производитель так рекомендует, особенно если окна выходят, например, на дорогу или вы не мыли окна всю зиму. В общем, я решила протестировать, помыться с помощью сухих салфеточек, без воды, без всякого средства. Включаю кнопку, которая находится на передней панели робота. При склоняя робот-мойщик к окну, он достаточно быстро и легко присасывается. На пульте управления нажимаю старт, и робот-мойщик начинает свою работу. Могу сказать, что сцепление с окном у робота-мойщика отлично. Это заметно с первых минут работы робота. Кроме того, у робота есть резервная батарея на 30 минут. То есть, если вдруг в доме отключат электричество, то робот будет работать еще 30 минут и никуда не упадет. Лично для меня еще такие преимущества, как привлекательный внешний вид. Мне кажется, что робот-мойщик очень стильно смотрится. И кроме того, если мыть, например, в яркую солнечную погоду, то такой свет корпуса не выгорит. По поводу стоимости робота-мойщика окон, могу сказать, что это бюджетная модель. Но при этом ее функционал не уступает и более дорогим аналогам. Здесь я вам показываю, что страховочный трос и шнур должны свободно свисать, свободно лежать на подоконнике. Если им что-то мешает двигаться свободно, то они тянут вниз робота и, соответственно, мешают роботу подниматься наверх. Особенно это важно, когда окна высокие, и мойщик тянет наверх не только себя, а еще и трос и шнур. Ну что, ребята, вот в таком сухом режиме робот-мойщик у меня помыл два окна. Я потом посмотрела на салфеточки и поняла, что, в принципе, не такие уж сильные у меня загрязненные окна. Поэтому дальше я решила уже делать влажную уборку окон. Набрызгиваю средства для очистки стекол на нижнюю салфеточку, верхнюю нужно оставить сухой, чтобы окна лучше почистились без разводов. И снова отправляю робот-мойщик уже для влажной уборки. Ну и пока робот-мойщик моет, я могу заняться рамами. Быстренько все здесь протираю. Я протирала рамы без всяких средств, просто влажной тряпочкой. И, конечно, это очень удобно и очень экономит время. Я не представляю, если бы я сначала помыла все окна вручную, потом бы мыла рамы, потом мыла сетки. Наверное, это заняло бы у меня целый день с утра до вечера. Хотя даже вот на эту работу я потратила где-то, наверное, часа три и очень устала. Поэтому, конечно, робот-мойщик очень экономит и время, и силы. Кстати, робот-мойщик окон очень актуален для моих родителей. Они живут на седьмом этаже. И понятно, что в силу возраста уже не с руки им мыть окна вручную, и тем более на высоком этаже. И кто давно смотрит мои видео, вы знаете, что это уже не первый робот-мойщик окон, который я тестирую. Я думаю, что как раз сделаю такой подарок своим родителям. Этот замечательный помощник, робот-мойщик окон, отправится им. Мне кажется, что они будут рады. Вообще, робот-мойщик Zora Z6 можно приобрести на Озоне. Ссылку на Озон, где его можно приобрести на официальный сайт, я оставлю внизу в описании под видео. Кроме того, у бренда Atwell есть и другая модель робота-мойщика окон. Кому-то нравится эта модель, кому-то нравится другая. Ссылку на другую модель я тоже оставлю внизу в описании под видео. И, как я уже сказала, стоимость для такого полезного помощника по дому очень низкая. Можете сами перейти по ссылочке, все посмотреть, почитать отзывы. Их там много. И, конечно, бренд Atwell довольно авторитетный. Многие знакомы с пылесосами Atwell и другой техникой этой компании. Показываю вам здесь, какие уже грязные салфетки после влажной уборки. Они такими стали, по-моему, после двух или трех окон. В общем, решила их поменять на чистые. Я, конечно, старалась мыть сначала окна внутри и потом уже снаружи. Салфетки довольно легко меняются. Самое главное, чтобы салфетки плотно прилегали к чистящим кольцам, чтобы не было никакой утечки воздуха. И чтобы мойщик окон таким образом хорошо присасывался к стеклам. Рыжик, конечно же, мне тут помогает. И очень удобно, что пока робот-мойщик окон моет, можно немного перевести дух. Я тут села за ноутбук, поделать какие-то дела. Можно попить чай. В общем, немного передохнуть, но при этом работа робота-мойщика не прекращается. И окна таким образом моются. Или пока робот-мойщик моет, можно быстренько помыть сетки. Как я уже сказала, у меня на лоджии две сетки. Одна такая довольно большая, вторая поменьше. Я мыла их прямо в ванной, просто с жидким мылом и быстренько ополоснула душем. Но все равно они были очень пыльные, очень грязные. Хотя, когда они стоят на окнах, особо этого не заметно. Но все-таки при мытье окон нужно это сделать. И мне кажется, что если бы я мыла окна вручную, наверное, у меня руки бы не дошли до сеток. Так, конечно, очень удобно, что стекла у тебя моет мойщик, а вручную ты моешь рамы и сетки. Ну и в процессе мойки окон, конечно же, ко мне присоединились и дети. У нас Родион, средний сын, очень любит мыть с помощью робота-мойщик. Очень любит с помощью пульта задавать ему направление. Короче, обожает он это дело. Поэтому для детей это тоже такое увлекательное занятие. Ну что, наконец-то окна чистые. Показываю вам здесь вблизи, как они выглядят. Думаю, что на видео вы видите, что окна стали чистые. И, конечно, очень приятно находиться на такой лоджии. Сразу как будто дышится легче. Я, конечно, очень рада, что с помощью робота-мойщика окон этот процесс у меня оказался быстрее, чем он мог бы быть. И желаю каждой из вас, каждой хозяйке, чтобы у вас был тоже такой помощник. Мне еще в ближайшие дни предстоит помыть окна в детской, но там уже гораздо меньше вот этих секций, гораздо меньше окон. Поэтому там, не знаю, наверное, за час я с помощью робота-мойщика совсем управлюсь. Ребят, пишите в комментариях, нравится ли вам мыть окна в вашем доме. Легко ли вы это делаете, или вам тоже нужно долго собираться с мыслями, как и мне, чтобы это сделать. Есть ли у вас помощник, робот-мойщик окон. Будет интересно почитать. Ссылку на мой робот-мойщик Zora Z6, как я уже сказала, я оставлю внизу в описании под видео. Так что, если для вас эта информация актуальна, можете по ссылочке все почитать, все посмотреть. На этом буду заканчивать свое видео. Сегодня оно у меня получилось не такое длинное, как обычно, но надеюсь, что я смогла кого-то замотивировать и заодно сделать обзор. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там стараюсь быть активной каждый день. Как мне кажется, там очень такая дружная, душевная компания у нас. Ближайшие видео, конечно, будут о доме, о нашем преображении дома, который мы недавно купили, о благоустройстве. Я знаю, что вы ждете такие видео, так что все вам буду показывать. До встречи в новых видео, всем пока!